Доброе утро, уважаемая Татьяна Викторовна. Доброе утро, уважаемые слушатели. У кого утро, у кого день, а у кого может быть и вечер. Я выступаю с темой, которая, надеюсь, вызвала ваше внимание, привлекла ваше внимание. Вечная библиотека, структурно-функциональный подход и не только. В анонсе в социальной сети ВКонтакте я назвал это интеллектуальным путешествием-провокацией. Я хотел бы, чтобы наш разговор не был тяжелым. Я не буду перегружать свою речь специальными научными терминами. Не буду уходить в подробности. И к тому же я хотел бы хотя бы половину отведенного на вебинар время, нет, не половину, а треть, общаться с вами в режиме чата. Чтобы вы писали мне вопросы любые, а я периодически на них отвечал. Я хотел бы рассказать, как я распределил время. Вы видите структуру нашей сегодняшней встречи. Презентации не будет, будет говорящая голова. Введение примерно 5 минут. Основная часть, общее время 40 минут. На первый вопрос 20, на второй вопрос тоже 20. Причем, если я расскажу за 10, 10 останутся на вопросы-ответы. Если я расскажу за 5, соответственно, останется 15 минут. И заключение тоже 5-7 минут. Вот так и пройдет у нас час. Ну тогда я начинаю. Вечная библиотека. Откуда я взял этот термин? Я взял его, заимствовал у Готфрида Вильгельма Лебницы, немецкого философа, ученого, государственного и общественного деятеля 17-18 веков, который ввел термин «Вечная философия», философия Перенес. В моих руках книга Владимира Майкова и Владимира Казнова «Трансперсональная психология». И вот здесь, в разделе «Космическое сознание и вечная философия» они пишут. Выражение философии Перенес «Вечная философия» ввел в обращение Лебниц. Это метафизика, признающая божественную реальность субстанциональной для мира вещей, жизни и умов, а также психологии, обнаруживающая в душе что-то схожее или даже идентичное с божественной реальностью, этика, видящая конечную цель человека и знания имманентной и трансцендентной первоосновы бытия. Идея первоосновы всего бытия универсальна и существует с незапамятных времен. Другими словами, речь идет о ядре, о каком-то ядре, которое лежит в основе всех философских систем. Они между собой отличаются, но вместе с тем их нечто и объединяет, пусть не всегда заданное явно. И вот на меня давно произвело впечатление это выражение, и работая в библиотечной сфере, вот я как бы тоже думаю уже на протяжении, ну, наверное, последних 6-8 лет о вечной библиотеке, о ядре библиотечного дела, о том, что объединяет библиотеки разных видов, разных типов. Ведь в библиотеке есть разные национальные, специальные, библиотеки вузов, библиотеки академии наук, публичные библиотеки, библиотеки организаций. Это если мы возьмем во временном средстве нынешнем, да, а если мы пойдем в прошлое, то это библиотеки разных времен, библиотека, скажем, XIX века, библиотека эпохи Возрождения, средних веков, средневековый университет, например, античные библиотеки, наконец, древние, вплоть до библиотеки Ашурбонепала в Неве. И, с другой стороны, мы можем пойти в будущее, то есть, вот, есть такая национальная ассоциация библиотеки будущего, да, на АББ. Людочка, выключи, пожалуйста. Библиотека 2025 года, библиотека, извините, библиотека 2030 году, 3035, да, какой она будет? И вот хотелось бы, чтобы она тоже сохранила ядро. Мы, может быть, не знаем, в чем это ядро состоит, но предполагаем, что оно существует. И еще одно выражение я хотел бы вспомнить, это выражение современника, почти современника Лейбницы, Бенедикта Спинозе, нидерландского философа, рационалиста еврейского происхождения. Звучит оно так, субспеции Этермитатис, с точки зрения вечности. Вот, в этом выражении, ну, Спиноза имел в виду, что наряду с тем, что что-то меняется, существует и вечная сущность, которая сохраняется всегда и проявляет себя в разных явлениях. Вот, ну, что еще я хотел бы сказать во вводной части, что метод научного познания во многом состоит в том, что мы отвлекаемся от, познавая нечто, мы отвлекаемся от несущественных черт случайных или не очень существенных для решения данной задачи и оставляем только существенные черты. Такой метод называется методом абстрагирования. И когда мы восходим на довольно высокие ступени абстракции, то мы видим, что имеем дело уже не с реальным явлением, а с его теоретической моделью. То есть, та модель библиотеки, например, которую мы будем рассматривать, ей не соответствует ни одна эмпирическая библиотека. Вот, но тем не менее, тем не менее, в ней присутствуют именно сущные, сущностные черты, которые присущи любой библиотеке, взятой в отдельности. Вот, и существует такое обратное соотношение между объемом и содержанием понятия в логике. Чем более, чем понятие более общее, тем беднее оно по содержанию, тем менее, соответствует какому-то реальному объекту. То есть, например, той библиотеке, в которой работаете вы. И вы можете не всегда узнать ее в этой теоретической модели. Но таковы наши ограничения, как вида Homo sapiens sapiens. Ограничения. Мы не можем познавать мир во всей его полноте, так сказать, и непосредственности. У нас есть только определенные способы познания, ну, при помощи которых мы это делаем. И так мы, как вид, в общем-то, все вместе движемся вперед. Ну, вот сейчас 12.15 до 12.35 мы рассматриваем первый вопрос. Подчиняется ли развитие библиотечного дела определенным законам? И если да, то в чем они состоят? Я не вижу ни одного вопроса в чате. Поэтому, если у вас вопросы уже появились по введению, пишите, пожалуйста, их в чат. И пишите по ходу моего изложения. Ну, кстати говоря, я хотел бы сам задать вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, нужно ли ставить вот эту проблему, как ее поставил я? Существует ли, подчиняется ли развитие библиотечного дела определенным законам? Или, на ваш взгляд, эта тема, эта проблема интересует лишь немногих теоретиков? Практикам же она не нужна. Может быть, практикам нужны определенные рецепты, просто действия. И вовсе такой взгляд общий на библиотечное дело, ну, как бы для практиков нет в нем необходимости. Я буду ждать ваших ответов. Так, вот и ответ. Скорее да, чем нет. Ну, скорее да, как и все общество, его организация. То есть, скорее подчиняется, да? Спасибо. Вот вы отвечайте, а я буду говорить и периодически заглядывать в чат. Мне кажется, что ответный, что такой вопрос ставить надо, потому что сегодня, и особенно в работе практиков, да, библиотекарей практиков, но это касается, кстати говоря, и больших библиотек тоже. Но одна из основных проблем — это реформаторский зуд со стороны представителей власти, людей, принимающих решения. То есть, многие люди считают, особенно не имеющие профильного библиотечного образования, что, ну, библиотека — это такой конгломерат, конгломерат разных вещей, никакого ядра в этом нет, и поэтому все можно менять в соответствии с нашими желаниями. И ничего, в принципе, с библиотекой не станется, не будет. Можно ее переориентировать, скажем, на культурно-досуговую деятельность, превратить в центр, где работают кружки с книжным фондом, да? Но доминантой будет работа кружков. Можно библиотекарей использовать как, так сказать, как персонал, я бы сказал так, даже как ресурс для проведения культурно-досуговых мероприятий города. Например, на стадионе проводится такое мероприятие, разнарядка, 15 библиотекарей ЦБС едут туда, участвуют. Вот. Можно ставить вопрос о слиянии национальных библиотек. Помните, несколько лет назад хотели объединить российскую государственную библиотеку и российскую государственную библиотеку с российской национальной библиотекой. Вот отстояли самостоятельность этих библиотек. То есть, мне кажется, что когда вот извне приходит такое желание реформировать, то библиотекари должны, ну, что-то этому противопоставлять. А если идет просто работа по традиции, так всегда было и так всегда будет, но это не аргумент. Нужно представлять, а в чем же состоит сущность библиотеки, как библиотечной отрасли библиотеки, как социокультурного института. Ну, теперь такой вот мой вариант ответа, почему я этим занимаюсь. Законов, наверное, я сторонник, значит, подхода, что законы здесь существуют. То есть, это то, с чем нам нужно считаться, что не зависит ни от работающих в отрасли людей, ни от тех, кто этой отраслью руководит или пользуется, значит, услугами, ни от тех, кто вообще с этим не связан. То есть, они объективны, как есть законы, которые открывают естественные науки, там, в технических науках есть, да, в социальных и гуманитарных науках. Наверное, таких законов различного уровня много, но основным из них, я считаю, структурно-функциональный подход, который, который в библиотечном деле начали применять в конце 1960-х годов отечественные исследователи советские, но более всего он известен в связи с именем Юрия Николаевича Столярова, выдающегося отечественного библиотековеда, классика библиотечного дела. В 1981 году Юрий Николаевич Столяров, работая над докторской диссертацией на эту тему, издал книгу под названием «Библиотека. Структурно-функциональный подход». И в 1983 году, в ноябре, защитил в Российской государственной библиотеке докторскую диссертацию на эту тему. Структурно-функциональный подход и системный подход – это синонимы. Можно говорить так, можно говорить так. Суть концепции Юрия Николаевича Столярова заключается в том, что любая библиотека состоит из четырех элементов. Это элемент библиотечный фонд, это элемент библиотечный персонал или библиотекарь, это элемент читателей и материально-техническая база. И вот эти четыре элемента связаны между собой различными связями. Трех элементов для того, чтобы библиотека являлась библиотекой, недостаточно. Пять элементов – избыточно. То есть четыре – это необходимое и достаточное условие, как говорят математики, для того, чтобы библиотека была таковой. Любого вида, любого типа, любое время – в прошлом, в настоящем и в будущем. Эта концепция была принята научным сообществом, она вошла в учебники, она обязательно включается в курсы библиотековедения, значит, в колледжах, в вузах и не ставится под сомнение. Единственное, что хотят коллеги, они хотят развить эту концепцию дальше, и существовало немало попыток ввести пятый элемент. Ну, например, справочно-информационный фонд и так далее. И в журнале «Научные и технические библиотеки» есть статьи, вот статьи Столярова, в частности, где он, значит, анализирует попытки ввести этот пятый элемент. Как я уже говорил, пятый элемент, и по мнению Столярова, я с этим тоже согласен, является испыточным, вот, и чтобы решить этот вопрос, Юрий Николаевич ввел понятие второго контура, второго контура библиотеки как системы, то есть, может быть построена модель каждого элемента библиотеки как системы. Есть библиотечный фонд, есть модель фонда. Модель фонда – это каталог, это справочно-информационный аппарат, и не нужно вводить никакого нового элемента. Модель читателя – это читательский формуляр, вот та информация о читателях, в которой в библиотеке хранятся. Модель персонала – это личные дела сотрудников, хранящиеся в отделе кадров. И, наконец, модель материально-технической базы – это всякого рода инструкции. Инструкции, связанные с эксплуатацией зданий и сооружений, системы электроснабжения, канализации, водоснабжения, сигнализации пожарной, системы пожаротушения и так далее, и так далее. Вот. Значит, вот получилось... Получилось такое представление о библиотеке как в системе. Вот. И оно используется, кстати говоря, довольно активно не только в обучении, в обучении библиотекарей разных возрастов, но и, например, при проектировании, создании модельных библиотек. Вот я посмотрел документ проектного офиса, который занимает... Проектного офиса РГБ, который занимается модельными библиотеками, и там есть рекомендации. Вот. Прежде чем подавать заявку на конкурс, нужно проанализировать состояние библиотечного фонда у вас в библиотеке, да, персонала, читателей. Ну, и там, по-моему, материально-техническая база тоже есть. Вот. Я смотрю, так это же модель Столярова. Вот. Во время одной из встреч я спросил у Евгения Николаевны Гусевой, правильно ли я понимаю, что конверт Столярова, как его называют на нашем профессиональном заргоне, вот, вот, нашел здесь свое применение, и она это подтвердила. Она говорит, ну, а что же еще? Это классический подход, мы его как раз и использовали. Теперь скажу о новизне, которую, ну, вот я постарался внести в этот вопрос. Юрий Николаевич показывал, что в прошлом библиотека была квазисистемой, то есть она являлась квазисистемой, но не осознавалась как система. Например, в древности библиотекой считался только первый элемент, библиотечный фонд. Потом, через несколько столетий, к нему присоединили, ну, например, там, и читатели, да? Потом присоединили еще и персонал. И только сам Столяров присоединил четвертый элемент, материально-техническую базу, и показал, что... Что вот, вот они, четыре элемента, их достаточно. Что сделал я? Говорят о том, что вот будет библиотека будущего в 20-м, 30-м году, да, в 25-м, 30-м. Какой она будет с точки зрения, вот если смотреть с точки зрения структурно-функционального подхода? С одной стороны, если говорить о библиотеках, значит, нужно оставить это ядро, да, в четырехэлементной связи между ними. С другой стороны, нужно, как бы, вписать это в общий контекст цифровизации. Если цифровизацию, она же цифровая экономика, если, значит, она же четвертая промышленная революция, понимает, как массовое развитие киберфизических систем, где физические процессы и, как бы, вот, к физическим процессам, значит, присоединяется обмен информацией в реальном режиме времени, ставятся датчики, контроллеры везде, да, чтобы эта информация обрабатывалась и, как это сказать, ну, чтобы приходили данные о любом процессе в реальном режиме времени и также в реальном режиме времени можно было этими процессами управлять, оказывать на них управляющие воздействия, то тогда все общество будет меняться в сторону развития более сложных киберфизических систем. Но если библиотека является частью общества, то тогда и она должна меняться в эту сторону, и, сохраняя свою сущность, библиотека, оставаясь с системой, будет постепенно превращаться в киберфизическую систему, тем самым решаются, как бы, эти две задачи, она остается как таковой, сохраняет свою сущность и вписывается во внешний контекст цифровизации. Ну, это вот то, что я предложил, мой подход есть, есть публикации, и Юрий Николаевич Столяров считает этот подход совершенно правильным и поддерживает меня. Я хотел бы ваши вопросы увидеть. Значит, Людмила Киселевук, актуальная тема, по-моему, большое спасибо. Людмила, а где вы работаете? Вы могли бы написать. Татьяна Андреева. В условиях наблюдаемого разбиблиотечивания. Да, большими буквами. Спасибо большое, Татьяна. Гузель Исхакова. На проблему существенное влияние оказывает доминирующий способ коммуникации в обществе. Какую проблему вы имеете в виду и какой способ коммуникации в обществе вы, значит, тоже имеете в виду и называете доминирующим. Елена Чувашова. Здравствуйте, Лена. Во вкладке вопрос, вопрос. Это я... Это я не понял. Это я не понял. Может быть, вы еще объясните. Так, спасибо, Людмила. Я работаю в библиотеке-колледже в Москве. Ну вот, что-то вы не очень активны, дорогие друзья. Ну, хотя бы напишите мне, понятно ли я объяснил, что значит библиотека как система. Она состоит из четырех элементов. Так, нам сказали писать вопросы не в чате, а во вкладке «Вопросы». Так, а где эта вкладка? Сейчас, сейчас, минуточку. Ага, я вошел. Понял. Так. Елена Чувашова. А стоит ли, задумываясь о ядре библиотечной сущности, думать и о междисциплинарности, библиотеке компьютерных баз данных, домашней библиотеке, библиотеке духов и винов? Ну, я сегодня думал о домашней библиотеке. А является ли она библиотекой? Наверное, нет. Это просто коллекция. Мы же не говорим, что книги, стоящие на полке книжных магазинов, это библиотека. Нет. Скорее всего, это коллекции. Библиотеки, значит, духов и вин, библиотеки пива и прочее. Ну, это скорее метафоры такие. Это использование термина библиотека, но тоже библиотеками они не являются. Поэтому, что касается библиотеки компьютерных баз данных, то вот здесь как раз, ну вот с этим Юрий Николаевич Столяров разбирается, да, он пишет, выяснилось, выяснилось, что когда электронная библиотека ведения у нас в стране начала развиваться, то электронная сказала, традиционная нам не поможет, мы будем развиваться совершенно на новых основаниях. Прошло много лет, может быть, не один десяток лет, два десятка, три десятка лет, и выяснилось, что новых оснований не созданы, что электронная библиотека ведения во многом, ну не скажу, что во всем, но во многом запуталась, зашло в тупик, что там доминирует термин информационный ресурс, люди собирают ресурсы, и оказывается, что современная электронная библиотека ведения, которая мыслила о себе как совершенно новая, вернулась к средневековому представлению о библиотеке, которая понимала библиотеку как библиотечный фонд. Вот. Там нет ни библиотечного персонала, ни считателя, ни материально-технической базы. И вот в современных статьях, в современных выступлениях Юрий Николаевич показывает, что это неправильно, что попытка отказаться от классической основы привела к тому, что мы повторяем, так сказать, уже подход, который существовал многостолетия назад. И, в принципе, нужно прийти к четырехэлементной системе библиотеки. Так, Елена Олеговна. Ваш вопрос, Чувашова, Ваш вопрос, Юрий Юрьевич, безусловно, хорош, ведь не думая о сущности, мы можем растерять свою специфику, раствориться в кругу подобных и перестать быть конкурентоспособными. Но, да, вот я дополню ваши слова, Елена. Мы сейчас посещаем почты, почтовое отделение, мы видим, что на почтах появились продукты, да, можно купить продукты. Ну, хорошо, это полдела. Это тоже раз, если в библиотеках разбиблиотечивание, то это распочтавление. Я не знаю, кто это придумал на почтах. Вот. Может, это для сельской местности, где нет магазина, допустим, где и здесь вот почтовое отделение может играть. Но я, я не знаю оснований, по которым вот введена эта инновация, да, но представим себе, что почта в дальнейшем ориентируется уже только на магазин, а вот почтовые отправления, уже они ходят туда-сюда и говорят, да, понимаете, уже почта как-то это не нужно, а вот у нас главный магазин. И вот так вот происходит действительно отказ от своей сущности. Я не против культурно-досуговой деятельности в библиотеке, но когда она ставится во главу угла, когда уже как бы и книга не нужна особо, более того, иногда ставится вопрос, это же все затратно, а как это помещение, вот книги стоят, а где, где, где прибыль, а новые книги нужно закупать, понимаете, то тогда это угрожает самому существованию в библиотеке. И сам факт того, что существует фонд, вот эти четыре элемента, фонд, читатель, персонал, материально-техническая база, но это как бы теоретически нас защищает в дальнейшем, оно дает основу. И я бы даже предложил вам, уважаемые коллеги, знаете, вот попытаться созерцать, вот видеть разные библиотеки и увидеть в них четыре элемента, связанных связями. Кстати, я хочу сказать, что книга Юрия Николаевича Столярова 1981 года есть в сети в открытом доступе, ее отсканировали с разрешения автора Национальная электронная библиотека, НЭП, она есть, вот я в Яндексе смотрел перед вебинаром, так что с ней можно ознакомиться, но это не очень легкое чтение. Гузель Исхакова, библиотека коллекции бумажных книг, коллекция файлов, ну, и того, и того, и не только коллекция, но и три следующих элемента. Татьяна Андреева, избыточен ли СБА, без него поиск документов затруднителен или невозможен? Избыточен как самостоятельный элемент, а он является моделью, он является частью второго контура системы, то есть моделью библиотечного фонда. Он не избыточен, но как самостоятельный элемент по отношению фонду он не нужен. Так, Гузель Исхакова, в библиотеке ВИН есть все указанные элементы системы. Да, да, я согласен с вами. Вы затронули важный вопрос. Более того, не только в библиотеке ВИН, в любой модели обслуживания он есть. Возьмем, например, ресторан. Есть блюда, есть персонал ресторана, есть клиенты, и материально-техническая база. Возьмем, например, поезд САПСАНК. В нем есть услуга, работники этого поезда, работники железной дороги, пассажиры, и материально-техническая база. Возьмем любую образовательную организацию. В нем тоже есть определенная услуга, там план, то есть те предметы, которые преподаются. Есть преподаватели, студенты, которых называют неудачным словом, на мой взгляд, сейчас обучающиеся. И материально-техническая база. Значит, и значит, скорее всего, вот эта модель библиотеки как системы является частным случаем общей модели обслуживания. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, это хорошо. То есть, он показывает, что библиотечное обслуживание не уникально. Это частная модель обслуживания, но вот именно библиотечный фонд должен здесь стать основой. Без фонда это уже не библиотека. Можно ли называть другие, там библиотека ВИН, но кто мешает? В конце концов, на слово библиотека нет патента, нет зафиксировано авторским правом. можно. Вот в Астрахани есть библиотека пива, например, там библиотека имени Бориса Шаховского, а чуть дальше, через дорогу, чуть дальше библиотека пива. Пивная. Так, Наталья Мухина пишет. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Татьяна, СБА не может быть избыточным, особенно если это крупная библиотека. Без него никак. Как же формирование ББЗ или информационная культура читателя, ну и так далее. Но все правильно, никто не предлагает. Дело в том, что как мы их понимаем. Есть основные элементы, есть производные по отношению к ним. То есть, позиция здесь исследователей заключается в том, что, ну в частности, Юрия Николаевича Столярова, в том, что основных элементов не должно быть много. Не нужно умножать сущности. Их четыре. Хотя, некоторые люди не согласны. И вот недавно я с Сергеем Александровичем Басовым в декабре говорил в Российской национальной библиотеке. У него свое представление. Он хочет ввести свой элемент к этим четвертым. Но это наука. Это наука. Она тем и развивается, что люди имеют разные мнения и в то же время существует общее поле для дискуссии. Юрий Иванович Максименко, Минск, Беларусь. В Беларуси есть такие гибридные виды, как библиотека-клуб и клуб-библиотека. Библиотека-клуб относится к библиотечной системе, а клуб-библиотека к клубной. Как показывает практика, второй из названных гибридов почти не поддерживается ни в плане комплектования, ни в плане поддержания НТБ. Поэтому считаю, что опыт из гибридизации нужно проводить с умом. Ну да, гибриды. Я хотел бы упомянуть такую категорию экономическую, о которой не часто говорят. Это категория общественного блага. Когда библиотекам предъявляют претензии, что вы значит просто поглощаете бюджет, вы неизвестно чем занимаетесь, ваш эффект нельзя просчитать и вообще вы находитесь на содержании, вы только затрачиваете средства и не приносите прибыли, то при этом забывает, это такой элемент манипуляции, что есть еще в античности родилась экономическая категория общественного блага. Масса вещей в обществе, они финансируются самим общества, ну например строительство мостов, вот вы идете по мосту в городе, вы же не платите за это, да, вы идете где-то в парке, вы не платите за это, поэтому если за все платить, извините, мы тогда общество разрушим, а общественное благо, оно позволяет, что оно позволяет поддерживать уровень, уровень жизни в обществе необходимый. Так, спасибо, вопросы я Наталье Мухиной, не введен еще и такой термин, как справочно-поисковый аппарат, я об этом уже говорил, значит он является избыточным, он является, он является избыточным, вот с точки зрения вот этого теоретического взгляда, потому что справочно-поисковый аппарат это модель первого элемента библиотечного фонда. Гузель Исхакова, мы платили за инфраструктуру налогами, да-да, это тоже можно сказать и эффективным менеджерам, потому что они сами тоже ничего не производят, они просто распоряжаются деньгами, вот, а налоги поступают от тех людей, которые производят продукт. Что еще я хотел сказать, значит, киберфизическая система, я забыл об этом сказать, киберфизическая система, она состоит из, ну, ее смысл, ее смысл, еще говорят о умный город, умный город, ну, например, умный город Москва, то есть, какие-то умные технологии. Вот раньше мы просто жили, какие-то процессы происходили, теперь представим, что мы везде поставим датчики для считывания информации о том, что происходит, датчики, камеры, которые будут считывать, да, и посылать в облачное хранилище эти данные в реальном режиме времени, и будут стоять контроллеры, которые будут оказывать обратное управляющее воздействие, причем не обязательно будет это делать человек, может искусственный интеллект это делать. Что это дает? Если раньше вот мы чувствовали, что у нас как-то процессы неоптимальны, то теперь благодаря обработке огромного объема данных в реальном режиме времени, уже искусственный интеллект решает, что вот это можно интенсифицировать так или так. То есть вот киберфизическая система, она не превращает процессы в бесплотные, они все равно остаются физическими в своей основе, но она как бы пронизывает этими технологиями. И те технологии, которые мы называем цифровыми, их 9, насколько я помню, в российской классификации, а мировой классификации четвертой промышленной революции, их примерно полтора десятка, ну, вкратце их назову облачные вычисления, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, блокчейн, 3D-печать, ну, и масса других. Наверняка вы с этим списком знакомы, они являются элементами конструктора для конструирования этих киберфизических систем, и поэтому этот конструктор, раз он приходит в разные подсистемы общества, он приходит и в разные библиотеки, национальные, специальные, академические, вузовские, публичные, и тоже их преображает. Поэтому как бы другой модели библиотеки будущего я в общем-то и не вижу, и может ли она быть, да? То есть мы сохраняем эту сущность и движемся вперед. Я перехожу ко второму вопросу. Какое место библиотечное дело и книжная культура занимает в системе информационной деятельности человечества? Но здесь я должен сказать вещи не очень приятные работникам библиотек, потому что информационная деятельность шире, чем библиотечная. Вот библиотеки, библиотекари любят говорить о том, что значит основные богатства хранятся в фондах, да? Поэтому как бы библиотекари, ну и библиотеки, библиотекари являются носителем культуры. Но дело в том, что базовые механизмы культуры другие, они непосредственно передаются значит при помощи социальных эстафет, они вообще как бы с письменной культурой связаны мало. И вот здесь я хотел бы то есть как видит мир библиотекарь. Когда-то в древности возникли библиотеки. В них начали откладываться документы, да? Вот. Потом это была рукописная эпоха. Потом примерно в 1450 году в Западной Европе было изобретено книгопечатание, я не беру опыт Китая, вот как это могло бы быть раньше. Но главное, что вот этот опыт широко распространился в мире. И дальше началось магистральное движение книжной культуры, как она оказывала влияние на все общественные процессы. Теперь в электронной среде библиотекам предоставляются новые возможности по расширению своей деятельности, да? И как бы все это для нас, только нужно научиться грамотно использовать это все, разные инструменты, нужно научиться грамотно использовать инструменты SMM-маркетинга для того, чтобы привлекать пользователей и так далее. И если мы научимся это делать, то в будущем нас ждет великий библиотечный ренессанс. И если пока его нет, значит мы плохо работаем, но наше будущее такое светлое и очень многообещающее. Я должен вам сказать, что это взгляд со стороны изнутри библиотечной традиции. Но существует и другая традиция, это традиция связанная с теорией медиа. И в частности я опираюсь на Торонцкую школу коммуникации, Торонцкий университет, Канада. Это Гарольд Иннис, Маршал Маклюэн, Маршал Маклюэн, Уолтер Онг и другие, которые показали, что вообще-то можно на историю коммуникации смотреть по-другому. То есть есть три стадии. Первичная устность, это первобытное общество, в котором информационная деятельность есть на протяжении нескольких сотен тысяч лет. И она довольно активна, но нет письменности пока. И критически важная информация, она запоминается людьми, имеет ограничения, это индивидуальный мозг, есть в племенах специальные люди, либо это вожди племен, либо шаманы, которые отвечают, либо сказители, которые отвечают за запоминание огромных объемов информации. Вот потом появляется письменность, разные виды, и в конце концов фонетический алфавит, разные фонетические алфавиты, как высшая стадия, письменность, рукописная коммуникация, потом изобретение книгопечатания, и вот и фонетический алфавит, и рукописная, и в особенности книжная коммуникация, они как бы человека отдаляют это от своего естественного состояния. В XIX веке появляется электрическая коммуникация, начиная с изобретения электрического телеграфа, и потом все виды, связанные с электричеством, ну там и не только электричество, там фотография появляется, но с электричеством телефон, телефон, значит, радио, потом дальше телевидение, и, кстати говоря, представители Торонской школы, они на материале телевидения, а не компьютерах, примерно 60, даже 70 лет назад они делали свои выводы, которые остаются очень значимыми сегодня, и они показывают, что электрические медиа на самом деле восстанавливают вот это вот то сенсорное единство, тот сенсорный баланс, который существовал в человечестве в первогодние времена, поэтому мы вступили в период второй устности, ну вот, например, мы смотрим стримы на YouTube, да, там же нет письменности, но есть в комментариях, но мы смотрим, или вы слушаете меня сейчас, конечно, в чатке пишем, но, в принципе, это же устная речь, то есть можно посмотреть на вот эти три эпохи, как они сочетаются друг с другом, есть первая и третья эпохи первичной и вторичной устности, которые просто рифмуются через голову письменной культуры, это не значит, что роль письменной культуры принижается, но мы видим, что она имеет свои достоинства, конечно, потому что человек, записав опыт в письменном виде, кстати говоря, письменная речь, это есть не что иное, как запись устной речи, вот записав, он может отложить это, он может, во-первых, передать во времени и пространстве, во-вторых, он может отложить, то есть к этому источнику обратятся через десятки, сотни лет и восстановят его содержание, но это знание как бы отделённое от человека, а вот то знание, которое мы получаем вот сейчас, вот в нашем непосредственном общении, оно, ну, как сказать, оно более энергетически заряжено, вот, так вот, я это говорю вовсе не потому, что хочу принизить роль библиотечного дела, которому я и сам служил, но я хочу показать другое, что библиотечного ренессанса не будет, его не предполагается, потому что мы живём в эпоху второй устности и движемся к, ну, к чему? К созданию глобального мозга, человечества, коллективного интеллекта на основе компьютерных сетей, и как бы библиотеки в этом мире, они чувствуют себя немножко неуютно, потому что электрическая эпоха лишила их того окона защитного письменной культуры, в котором они находились сотни и тысячи лет, оставаясь монополистами на информацию. Сейчас монополистами не является, и вот что в этих условиях нужно делать? В этих условиях, на мой взгляд, понимая, что магистральное движение культуры уже, ну, такое вот постписьменное, да, с огромным элементом устности в новом виде, да, на основе компьютерных технологий, нужно интегрировать в эту постписьменность наследие классической письменной культуры. Интегрировать, находить формы для этого. Вот. И если это удастся делать, то это привлекает внимание людей, это повышает качество нашей коммуникации, это делает библиотеки, кстати говоря, востребованными. Я недалее, как позавчера, разговаривал на эту тему с Ириной Борисовной Михновой, директором Российской государственной библиотеки для молодежи. Я говорю, но, Ирина Борисовна, вот вы же в РГБМ делаете именно это, как директор. Может быть, без теории, но вы соединяете, вы чувствуете потребность молодых людей, которые уже живут внутри новой устности, и соединяете это с наследием классической культуры книжной, письменной, не навязывая им это, а предлагая и показывая некоторые достоинства, даже преимущества такого синтеза. Я хотел бы увидеть ваши вопросы. Сейчас я постараюсь. Ирина Смагина, Ставропольская научная библиотека. Большое спасибо, Ирина. Я у вас выступал весной, ну, дистанционно. Людмила Киселюк, сегодня можно часто услышать, что традиционные бумажные носители информации в ближайшие несколько лет канут в лету. Что думают ученые-мужи по этому поводу? Ну, я видел статистику на последних конференциях. Люди говорят, что выровнялось 50 на 50. В общем, вот этот, знаете, бум электронный, он как-то спадает, на мой взгляд. Так, еще хочу увидеть вопросы. По поводу теории медиа, вас не шокировало мое заявление? Да. Ну, пока вопросов нет, я не вижу. Сейчас, 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 минуточку. Так, это здесь. Ага, вопросы, папочки, вопросы. Я не вижу ваших вопросов. Кстати говоря, любой из, любой из затронутых, любой из затронутых тем я мог бы развить дальше. Вы видите, мой электронный адрес здесь на вот этом розовом фоне, да, в шапке. Вы можете мне написать и сказать, что я хотел или хотел познакомиться с этим вопросом подробнее, тогда я вам либо научную статью, либо ссылочку на YouTube вышлю, и вы сможете познакомиться с ним. Тогда, учитывая, что остается пять минут, позвольте, я перейду к следующей теме, к заключению, к следующему разделу. Медленное чтение, перспективная форма работы библиотеки. Ну, те люди, которые меня знают, им хорошо известно, что я на протяжении последних почти двух лет увлекся темой медленного чтения. Это коллективное чтение вслух, но главным образом художественных произведений, хотя можно читать разные произведения, в библиотеке, в библиотеке. Готовясь к нынешнему семинару, да, прежде я хочу сказать вот что. Как это, как это чтение вслух? Ну, детей учат вслух читать, это понятно. Они дети, они не умеют. Но можно ли представить человека сорока, пятидесяти, шестидесяти, семи, семидесяти лет, который держит книгу и читает ее вслух, да, а потом следующий за ним следующий. Ну, как-то трудно. А зачем вслух? Ну, ведь он умеет читать. Дело в том, что на вот этот формат мы вышли случайно, и оказалось, что эта технология очень проста как бы на уровне явления и очень мощная по своему воздействию на уровне сущности. Оказывается, что чтение вслух хорошо уже потому, что ты не можешь пропустить ни одного слова. ни одного знака припинания. Ну, да, чтобы интонации, соответственно, да, прочитать. Ты ничего не можешь, ты не можешь перескочить, как ты перескакиваешь глазом, считая, что ты понял. к тому же выясняется, что экранная культура не очень способствует развитию дикции, мы во многом разучиваемся читать. Короче говоря, дорогие друзья, мы читаем вслух произведения библиотек. И вот как раз, когда мы с Татьяной Викторовной Телегиной обсуждали, у меня же тема сегодня теоретическая, она говорит, что библиотекари очень любят, очень любят, значит, практические темы. И я предложил эту тему и Татьяне Викторовне, и Павлу Юрьевичу Калиникову «Медленное чтение». Мы уже зафиксировали день, 27 февраля. «Медленное чтение в библиотеках России и Белоруссии». Я расскажу о том, что реально происходит, где что люди читают, кто читает, как. Попрошу коллег описать свой опыт и, ну, сделаю такой обзор. Вот. А готовясь к сегодняшнему, и приглашаю вас, это будет через месяц. А готовясь к сегодняшнему вебинару, я вдруг понял одну вещь. Значит, смотрите, мы садимся. Вот вчера у нас было медленное чтение в библиотеке номер 240, техно-сайенс, объединение культурных центров северо-западного административного округа города Москвы. Мы встречались третий раз, мы читаем «Фрегат Палладу» Гончарова, вот, и будем его по нашим расчетам читать примерно полтора года, то есть до середины следующего года, потому что произведение большое, но встречаясь каждую неделю, в каждую неделю, по середине. Сегодня с трех до пяти у нас медленное чтение в Венеоне, где я работаю, то есть мы тоже этот проект запустили. Здесь читают ученые, ученые, в прошлый раз читали десять человек, три доктора наук, пять кандидатов, два человека без степени. У нас встреча по произведению сатири Эразма Роттердамского «Похвала глупости» 1511 года. Люди читают, людям нравится, и я думал, почему, и я продолжаю думать, почему, и связываю это с темой сегодняшнего вебинара так. Во-первых, медленное чтение в библиотеке охватывает одновременно четыре элемента библиотеки как системы, библиотечный фонд, библиотечный персонал, читатели и материально-техническую базу. Более того, для того, чтобы читать в библиотеке, все есть. Даже новая литература не нужна, достаточно классики. В библиотеке есть книги Гончарова, книги очерков Гончарова «Фрегат Палада». Мы приходим туда, значит, помещение есть, то есть материально-техническая база, свет есть, люди приходят, и персонал тоже участвует, я как куратор проекта. Вот пример той деятельности, которая включает четыре элемента библиотеки как системы. Это раз. Во-вторых, что происходит с точки зрения теории медиа и в постписьменном обществе? Мы благодаря чтению слов произведения, которые написаны внутри письменной эпохи, еще не постписьменной, мы выходим в устную традицию, мы проговариваем его, и тем самым как бы из записанной речи делаем это фактом устной речи. Но это просто надо видеть, это работает, это воздействует на каждого из нас, такое проговаривание. В дальнейшем тем самым как бы произведение вызывается, да, из книги оно вызывается сюда, а дальше мы закрепляем это обсуждением, когда мы связываем значит прочитанный фрагмент с нашей жизнью, делимся ассоциациями. И это очень интересно, и как я открыл сам для себя, это в общем-то теоретически оказывается правильно. Поэтому, наверное, и эффект такой, и интерес такой, и это дело мы будем развивать дальше. Вот сейчас 13 часов 2 минуты, я сейчас отвечу быстро на вопрос, стоит ли противостоять геймификации в общедоступных библиотеках. Я считаю, что ничему не надо противостоять. Вот дело в балансе того или другого. Все-таки мне кажется, основное это работа, это документы, работа с ним, то есть работа может быть внутри библиотечной, и может быть вместе с читателями работа над содержанием документов, потому что иногда считается выдал документ и пусть человек сам разбирается, все умеют читать. Оказывается, это не совсем так. То есть библиотека должен становиться когнитологом, быть экспертом в области восприятия текста, учить, можно сказать это soft skills тоже. То есть это совсем не очевидно, что у меня есть книга, вот, у меня есть книга, вот я беру, читаю, понимаю. Мы же все прекрасно знаем, что у нас разное настроение, разная подготовка. Вот сколько мы можем взять процентов из книги, если там 100, а я беру 10, умею ли я читать, если я только 10 беру, а библиотекарь должен научить, но чтобы научить, он сам должен это уметь. Можно ли использовать термин вечная библиотека в общении? Ну, если вам понравилось Евгения, это Евгения Петухова спрашивает, пожалуйста, ну, тогда скажите, вот есть понятие вечная философия у Лейбница, как ядро философских систем, а вечная библиотека, ну, вот Юрий Юрьевич Черный нам рассказал, это его неологизм. Вот, если нравится, то и пойдет, то пожалуйста. Но, это же хорошо, что чувствует свое родство, например, с библиотекой Шорбанипала в Ниневе, с Александрийской библиотекой, с библиотекой Ватикана, со множеством библиотек, мы все разные и в то же время у нас есть что-то одно. Так, Людмила Киселюк, медленное чтение, интересная тема, которую надо внедрять и в, сейчас у меня, просто я не вижу, одну минуточку, и в библиотеках учебных заведений, по-моему. Ну, да, вот Юрий Иванович Максименко, который присутствует у нас сегодня, он работает на художественном абонементе библиотеки Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, и он очень успешно внедрил медленное чтение в библиотеке Буир, и это нравится и библиотекарям, и студентам, и прекрасно все воздействует. Ирина Смагина, отличное рассуждение, умозаключение. Веду в Ставропольском крае лабораторию коммуникативных навыков, проговорим, буду немедленно, будем медленно читать непременно. Ирина, большое вам спасибо, я подписался, вы прислали приглашение в ВКонтакте, в марте, в марте-апреле мы будем 18 дней в Кисловодске, в санаторий имени Горького, и я думаю, что мы могли бы приехать к вам в Ставрополь, и что-то вместе провести. Да, вот я предлагаю. Людмила Петровна, Заика, Сочи с вами, медленное чтение будем внедрять. Дорогие коллеги, я вижу время, значит, уже пять минут второго, с вами, вот, это я, это я хотел сказать. Мне было очень приятно общаться с вами, спасибо вам за активность, еще раз подтверждаю, что я готов к сотрудничеству с каждым из вас, я очень люблю работать, знаете, работать в поле, работать с малыми библиотеками, муниципальными, потому что ну здесь чувствуется обратная связь. Вот твоя теория или твой взгляд вот правильно или нет. Если если неинтересно, человек сразу уходит, это не действует, и это вот ну это критерии, особенно для человека, который работает в Академии наук, то есть живет несколько в ином времени, да, в иных эпохах, да, прийти и увидеть как бы твоя твои представления работают, или не работают. Ну у меня пока получается. Спасибо вам большое, вот идут благодарности Юрий Максименко, Виолетта Шошера, Мария Рублева, Майя Стоянова, Алектина, Попченкова, да, Попченкова, Людмила Кирюхина, вот, извините, если ударение не так поставил, я, Татьяна Викторовна, из Надыма, из Надыма, ну будет, будет, будет запись, дорогие коллеги. Еще, вот мне кажется, что наши теории библиотечные, знаете, они должны быть созвучны людям, которые, я так скажу, которые каждый день, каждый день приходят на работу, скажем, там, с 10 до 6, вот они должны, потому что мы в Академии, у нас присутствуют, и дни есть, мы можем свое время распределять, да, присутственные дни, вторник и четверг у нас, а вот вы каждый день ходите, ну, как бы, должны приходить, заниматься практикой, у вас, ну, как бы, свое госзадание, да, много мероприятий, и вы нуждаетесь, в общем-то, в концептуальном взгляде, в теоретическом взгляде, я хочу сказать, что я работаю, не только для теории, я работаю для вас, и всегда готов, всегда готов ваши вопросы воспринимать, решать теоретически, и потом давать практические рекомендации. Ольга Ростовская, общалась в 2013 году лично, Ольга, вы знаете, я не помню вас, будьте любезны, напомните, где мы общались, в восторге от ваших выступлений, и рада, что общалась в 2013 году лично, слушаешь ваши выступления, и сразу идея рождается в голове. Ну, мне очень приятно. Хорошо. А я вызываю, я вызываю Татьяну Викторовну, которую, надеюсь, с нами, вот, и она таинственным образом сейчас появится, вот, и, ну, а если не появляется, то, знаете, я должен, да, я не знаю, что делать, если Татьяна Викторовна не появляется, поэтому, пока она, пока ее нет, я вам еще расскажу. Вот есть такая книга, которая называется «Эволюция информационной деятельности». до книгопечатания, автор ее, Борис Арьевич Семеновкир, издана книгом в 2017 году, «Москва, Пашков дом, это издательство Российской государственной библиотеки». Вот, но еще раньше эти книги вышли четырьмя такими книжечками в тонких обложках, значит, тоже в издательстве «Пашков дом». Борис Арьевич Семеновкир – это тот человек, который связал теорию медиа с библиотечным делом. Вот он доктор педагогических наук. Книга совершенно потрясающая, потому что первая из них, ну вот первый раздел здесь большой, он называется не иначе, как «Бесписьменное общество». То есть Борис Арьевич показал как раз, что информационная деятельность была в первобытном обществе. Из чего она состояла? Там и танец, там и изобразительное искусство, там и устная речь и так далее. И вот этот человек как раз связал теорию медиа с библиотечным делом. И это мне дает основания двигаться дальше по тому пути, который он провожил. Я искал его в Израиле, чтобы поблагодарить, ну когда мы были в Израиле. Но говорят, что он где-то в пансионате живет и связи с Россией у него нет. Но я благодарю его вот таким образом. Ну что ж, большое спасибо Юрию Юрьевичу за сегодняшнюю, можно сказать, беседу. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. И мы Юрия Юрьевича тогда отпускаем. До следующей встречи. Напоминаю, коллеги, у нас следующий вебинар будет 27 февраля. Скоро он появится уже. Если уже не появился в расписании, следите за расписанием и нашими анонсами. Записывайтесь, приходите. И мы продолжим наши медленные чтения. А у нас будут медленные обсуждения различных вопросов. Мы продолжим наше знакомство с тематикой. И, надеюсь, Юрий Юрьевич нам подготовит тоже много чего интересного и к следующей встрече. Юрий Юрьевич, мы вас благодарим. Мы вас отпускаем. Очень рады были, что вы сегодня нашли время встретиться с нами вот в таком формате вебинаров. И мы тогда перейдем уже к нашим организационным моментам. У меня еще есть пара слов для нас.